Что ты хочешь? Что здесь видно, да, вот это? Давай я сниму очки и скажу. На этом фоне или на том? Да, да, да. Всем привет! Мы приехали на Монтрамблан. Это туристический городок в Куэбеке. Мы здесь недалеко сняли квартиру и будем жить здесь две недели. Вообще, это горнолыжный курорт. Сейчас у нас весна и, как видите, никого нет, людей нет. Но мы посмотрим, мы только приехали. Посмотрим, может быть, там где-то какие-то есть активности. Но пока что выглядит, что никого нет и немного скучновато. Осторожно, не провалитесь. Мам, давайте теперь вы с петличками что-нибудь расскажете. Я вообще плохо-то знаю. Адам, тебе нравится, да? Солнышко уже спряталось за тучки, но в основном погода хорошая. Что-то народу вообще нет. Народу нет. Вот здесь вот мы когда-то, а нет, не здесь. Где-то мороженое тут мы ели летом. Мороженое. Ресторан? Ну, я не знаю. Надо смотреть. Так. Что сказать? Полный релакс. Отдыхаем, набираемся сил перед новым забегом. Скоро, очень скоро нам предстоит большой переезд в дом. Там будет очень много хлопот. Ну, это приятные хлопоты. Даже об этом сейчас думать не хочется. Хочется просто наслаждаться. Солнышком, весной, маем. Все нравится. На душе сейчас полный штиль. Вроде бы все хорошо. Спасибо за поддержку, за то, что вы с нами. Ну, дай ручку, пожалуйста. Вот, спасибо. Мерси. Ой, ты молодец такой. Ты молодец. Устала ли я? Жалко. Там ничего нету. Так, ладно, у меня есть йогурт. Хочешь? Да. На, иди Альбине тоже дай. На. Почему так новый? Вон Альбине дай, да. А какой? Я просто взяла с холодильника, какой-то, который был, и все. Что-то без лактозы. Какой? На, беременность. Любой. Лишь бы, говорит, не плакала, не мыла. Вообще здесь очень дорогие номера, дорогие шале, квартиры на сдачу. В сезон невозможно забронировать. Я сколько смотрела, надо заранее. А сейчас из-за того, что это уже не сезон, еще сегодня вот Бек говорил, что, оказывается, через неделю здесь в целом этот курорт открывается как типа летнего сезона. То есть у них есть зимние развлечения и летние. Самые, конечно, у них крутые это зимние развлечения. Это сноуборд, лыжи, горнолыжка. А летом у них тоже. У них летний хоккей? Ну, летом я видела, у них есть летние катания тоже. То есть там прямо на лыжах у них какие-то приспособления, ты катаешься, то есть тоже дорожки. Летние лыжи и я видела тюбинги тоже. То есть на этих тюбингах можно кататься. Потом здесь есть бассейны с какими-то аттракционами, конная, верховая езда. В общем, много-много всего. Айронмен проходит. Айронмен, я не знаю, он прошел или пройдет? Нет. Но это очень популярно. Вот и вы можете погуглить, если вам интересно. Монтрамплан. В Канаде, допустим, ну это, конечно, именно сами горы, они не сравняются с алматинскими. В Алмате это действительно там огромные горы. Но если сравнивать по инфраструктуре, то мне кажется, что здесь они более продвинутые. Они действительно сделали классное место для туристов. Поэтому сюда приезжают со всего мира. Особенно много приезжают с Америки. Вот. И может быть, если нам повезет в этом году, мы сможем все-таки с Беком сюда приехать. Мы с ним катаемся. Он катается. Ты на сноуборде тоже, да, катаешься? И на лыжах. Он умеет все. Он и на лыжах катается, и на сноуборде катается. А я только на сноуборде. Так, немножко умею. И может быть, мы снимем, покажем. Но пока вот погуляем, покажем вам, как этот городок выглядит. Очень похоже на европейский городок. Я всегда так говорю, очень похоже на Европу. Очень похоже на Европу. Я в Европе не была ни разу. Максимум, что более-менее похоже на Европу, это я была в Хорватии, в Черногории. И все. Но, судя по картинкам в интернете, это выглядит почти как в Европе. Все, пойдемте туда, на площадку, и сразу их выпустим. Ходить хочет он. Ну, просто он начал уходить. Да. Ой. Не хочет уходить? Да, ступеньки нравятся. Очень, да, такие, назойли. А что это музу? Нашли площадку. Приехали в Монтраблан, чтобы поиграться на детской площадке. Потому что невозможно с детьми. Они убегают во все стороны, особенно Адам. Сейчас нормально, потому что никого нет. Ну, а если бы, наверное, знаешь, завтра, сегодня вот пятница. Может быть, поэтому здесь мало сейчас людей. А выходной, когда будет суббота, воскресенье. Наверное, больше людей. Вот сейчас тоже обсуждали. Мама говорит, здесь минимальные цены на номера 500 долларов. Вот именно в этом городке 500 долларов в ночь. Для Канады, наверное, да. 500 долларов это сколько? 200 тысяч. В Амате это Рицкарлта, например. Ну, здесь летом, конечно, оживленно, интересно. Очереди за мороженым длинные-длинные. Сегодня спокойно. Сегодня спокойно. Что еще рассказать? А, знаю! Пойдем в ту сторону покажу что-то. Там есть такой маленький... Да, да, да. Смотри, как здесь хорошо. Да, вот есть такое большое озеро, вон оно там видно его. Похоже на Квебек Сити тоже. Но это Монтрамблан. Смотри, какой милый. Как маленький дом. Да? Это что? Оранжень. Я переведуو. Оранженье. Оранженье. Вот эта улица очень красивая, она прям вверх идет, подъемная улица. Мы сейчас идем к центру этого города, получается, и выглядит это вот очень атмосферно, очень уютно, я прям подходила сейчас с каждой кафешки, смотрела, что у них в меню, смотрела все магазинчики, разглядывала витрины, потому что вот они умеют здесь вот это преподнести, очень мило. Солнце появилось и прям жарко даже становится, мне кажется, надо будет раздеться. Адам вообще в куртке сидит, надо снять, ну да, он сейчас вспотеет. Не могу, представляешь, у меня ноги вот так вот ходят, я косокриво хожу, я недавно это поняла по моим видео. Так, давай снимем какое-нибудь меню, покажем людям. Пойдем. Вот здесь давай снимем, я тебе сразу озвучу цены. Вот смотрите, есть ресторанчик здесь в троторе, Амано. Так, я вижу здесь из знакомых паста, пицца, значит итальянская, что-то тут. Допустим, фитучини 25 долларов. Плюс таксы, плюс чаевые сразу? Конечно, плюс таксы это 15%, чаевые 20% в среднем ты оставляешь. Получается, к этой сумме прибавляется 35%. Допустим, вот еще какой-то спагетти, карбонара 29 долларов, какой-то попердели 42 доллара. А? Попердели. Это что такое за блюдо, попердели, попердели. Серьезно? Да. Ну, ну как, я не знаю, дорого это, недорого. Где попердели? Вот, ты что, не видишь? Попердели. Ага. А что это значит? Слушай, а вот пицца, смотри, пицца 25 долларов. Ну, в общем, не дешево. Да, конечно, не дешево. Папардели. Папардели. Пустай, с порядкой? Да, да, да. Посмотрим магазин Коламбия тут есть. Ужас! Характер, конечно! Вот, смотри, какой городок! Смотри, какое место хорошее! Руц вижу магазин, вон, Коламбия. Ой, я прям наслаждаюсь! Мы живем, получается, где-то в пяти минутах на машине, пешком. Я не знаю, здесь возможно дойти или нет, но я хочу приходить сюда часто, может быть, даже каждый день, потому что сидеть в Кондо... Что? А что делать, Пек? Больше нечего? Нам больше нечего делать. Дома сидишь, либо жрать тогда дома надо, постоянно что-то готовить интересное, чтобы не скучно было. А так просто сидеть дома... Давай, что-нибудь расскажи лучше. Очки сними одна, как фото для Альбома. Фото-кадры. Что, Адам уснул, да, Альбина? Адам уснул? Вон там. Кажется, уснул, да? Да, уснул. Ну как тебе здесь, дочь? Красивый городок? Вот сюда. Эти только о еде думают. Как пришли, хочу в ресторан, хочу в ресторан. Чьи дети? Только что мы дома покушали же. Я бы кофе попила. В какой ты ресторан, говоришь, здесь популярный? А помнишь, мы когда сюда осенью приезжали, мы не смогли ни в один ресторан попасть. Помнишь, все было забито? Да, Адам уснул, кажется. Мне кажется, мы жарко. Нормально. Телесаржи и аппликация мобиль гратистика Сигмой музей. Устал. Ты залез. Там посидели, теперь сюда. Здесь посиди. Попробуем сейчас найти кофе нам попить, немножко согреться. Хотя не холодно. И детям, да, возьмем какой-нибудь тоже перекус, чтобы они сейчас ели чипсы. Сейчас мы придем. Да, да, да. Хочется сбежать от них, спрятаться. Адам уснул в коляске. Он устал. Посмотрите, как дети легко одеты. Ты видел? Девочка едет младше, чем Адам. Она просто в бодике и в тонких штанах. И Адам. У него флисовая коламбия, сверху куртка. Штаны и осенние сапожки. Вот здесь? Нет, это не здесь было. Вон там я видела, где-то кофе. Кофе я могу литрами пить. На меня уже никак его не действует эффект. Он меня не бодрит, мне ничем не помогает. Просто уже привычка. Так, где-то здесь я видела сейчас же. Извините, что я все время часто на видео в очках, но на самом деле солнце прям светит в глазах. И это еще хуже, потому что у меня все мои морщинки начинают вырисовываться. Вот здесь, кажется. Значит, дома спать не будет. Лея пойдет спать найти сейчас. А он что будет делать? Губы какие у него. Мы решили ехать домой. Мы попили кофе, дети перекусили, мы посидели отдохнули, Адам поспал. Но все равно прохладно. Вот сейчас солнца нет и холодновато немножко. Поэтому мы поедем домой, пообедаем и вернемся сюда обязательно еще раз. Но когда чуть потеплее. Ну классно здесь, такое атмосферное место, мне очень нравится. И дети хорошо здесь себя ведут, бегают вон по этой площади. Хорошо будут спать сейчас они. Все? Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok